здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем двигаться по дороге жизни завершая год с одной стороны мы это делаем не один уже год частенько нам это приходилось чем больше мы живем тем больше у нас таких возможностей было но насколько каждый этим занимался в предыдущие годы у всех наверное разный опыт и тем более когда сейчас когда мы живем в такой непростой сезон нам важно если не иметь то приобрести подобный опыт своей жизни для того чтобы научиться делать выводы извлекать уроки и соответственно быть готовыми к следующим годам месяцам или дням жизни поэтому мы продолжаем размышлять над тем что происходило в прежние дни или в древние дни для нас это уже довольно древние дни когда несколько тысячелетий прошло с того момента как жил давид и стал на престол его сын соломон но принципы человеческих судеб и отношения людей они мало чем изменились технологический прогресс он не привел нас к новым отношениям по-человечески то есть люди все равно остаются людьми у них остается та же база ощущений мироощущений мыслей чувств желаний стремлений целей и кто каким путем туда движется вот это уже зависит от ценностей которые проникли в сердце человека или отсутствует там поэтому мы с вами продолжаем смотреть на жизнь соломона и его окружение это его первые по сути месяце правление когда ему надо утвердиться когда ему необходимо оказаться в позициях авторитета не только на уровне окружения своего близкого но и на уровне тех людей среди которых он стал царем и так мы сегодня с вами продолжим рассматривать третью книгу царств 2 главу но есть там некоторая вставка вставка которую не во всех библиях имеется то есть не каноническая вставка в каноническую библию вот так скажу поэтому 35 стих очень расширенный я его сейчас прочту не целиком а какие-то отдельные части и дал господь соломону разум и мудрость весьма великую и обширный ум как песок при море и соломон имел разум выше разума всех сынов востока и всех мудрых египтян посмотрите какой интересный тут слог разум мудрость и весьма весьма великую и обширный ум я хочу чтобы мы с вами научились вот так благословляйте себя и тех кто рядом с нами весьма обширный разум да и обширный ум еще раз господь соломону дал разум мудрость весьма великую и обширный ум разум мудрость и ум посмотрите три составляющих и для нас это как бы синонимы а на самом деле есть в этом разница те нюансы разницы когда мы говорим гибкий ум быстрый ум либо разум который может что-то ухватить и развить идею а мудрость применить на практике и все это вот в этом сочетании имел соломон я хочу чтобы мы себя во первых благословляли подобными сочетаниями и попросили у бога на это способности в чем здесь разница какие тонкости есть для того чтобы в нашей жизни срабатывали все три направления которые здесь перечислен перечислены господь дай мне разум мудрость весьма великую и обширный ум и я верю друзья что у бога который поделился этим с соломоном не нет в этом не недостатка он и сегодня может это давать очень щедро если мы с вами об этом ему говорим и это просим а если мы даже не замечаем что это написано и что это может быть относим просто к отдельно взятому человеку на себя никак не одеваем то мы остаемся такими как мы есть поэтому я хочу вместе с вами согласиться и попросить о всех этих состояниях разум весьма великий ум и мудрость пусть все это будет у нас господь я благодарю тебя что у тебя есть обширный ум для нас у тебя есть великая мудрость и у тебя есть разумение разумение наук разумения всех состояний в обществе в котором мы находимся и поэтому я приглашаю тебя сейчас на территорию каждого сердца каждого человека для того чтобы наши жизни они преображались вот в этом гармоничном состоянии возможностей встроенных внутрь человека если ты этим поделился с соломоном и мы тебя просим надели нас надели нас разумением надели нас действительно великой мудростью и обширным умом принимаем это от тебя как подарок принимаем это как на финише года так и на старте чтобы нас сопровождала мудрость небес во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания и и Субтитры создавал DimaTorzok